друзья всем большой привет я очень рада что вы заглянули и вот так по-домашнему я начинаю сегодняшнее видео видео в котором покажу вам свой новогодний образ но развалилась я здесь не просто так я сейчас помыла волосы и хочу сделать маску это будет вот такая восстанавливающая маска марки скин сьютиклс и написано что это биоцеллюлозная восстанавливающая успокаивающая маска но вообще ее рекомендуют использовать после разных процедур с инъекциями или после каких-то серьезных пилингов да я как раз сегодня сделала такой хороший пилинг немножко даже у меня тут местами кожа раскраснилась поэтому давайте будем ее восстанавливать а потом уже перейдем к укладке и макияжем это прям какая-то рыболовная сеть у меня здесь нужно быстро вынимать из этой сетки маску и накладывать на себя какая она интересная на ощупь как будто из желе так а сколько мне с ней лежать лежать 7 10 минут все как раз за это время можно stories заснять доброе утро друзья из гримерной фантомаса но мне сейчас вот такая маска скин сьютиклс восстанавливающая биоцеллюлозная мы по первым впечатлениям что хочу сказать ну что пришло время заняться прической волосами но не буду делать ничего грандиозного и хочу наоборот выпрямить волосы чтобы прическа была максимально простой элегантной ничего сложного мудреного я еще не знаю оставлю ли я волосы распущенными или соберу их но короче главное мне сейчас их высушить хорошо и выпрямить и я буду использовать вот такую термозащиту это керастаз нектар и наношу примерно вот такую одну горошину нет наверное все таки уже пора мне две горошины использовать на мою длину распределяем ладонях и наношу на все волосы конечно не затрагивая корни аккуратно начинаю расчесывать волосы с кончиков и кстати я очень довольна вот своей новой расческой этот англ тизер только с ручкой и я не знаю почему я раньше до этого не додумалась или вернее марка до этого не додумались и я очень рада что у них появился мой любимый формат расчески только теперь с ручкой и конечно так пользоваться намного удобней теперь я убираю часть волос наверх и начну сушить сначала нижней пряди но я здесь ничего особенного не делаю просто направляю теплый воздух сверху вниз на прядь и немножко эту прядь натягиваю вниз так хорошо дополнительно и и выпрямляя короче если у меня не получится так ну а теперь чтобы волосы мне не мешали делать макияж я все-таки их уберу от лица и перехожу к нанесению макияжа и прежде чем я буду наносить тон я хочу попробовать нанести в качестве базы под макияж вот такую сыворотку это марка bioterm увлажняющая серия aqua source вот сегодня я хочу попробовать и и все-таки использовать как основу под макияж пока могу сказать что эта сыворотка очень приятно пахнет ну и посмотрим какой же она эффект даст на коже пока я вижу что кожа действительно стала заметно сиять но я думаю сыворотки будет еще достаточно времени чтобы полностью впитаться в кожу потому что я планирую начать делать макияж именно с оформления глаз я просто сегодня буду использовать вот такое новое средство который купила на днях это make up for ever star lead powder это сверкающая пудра для глаз что-то типа пигмента я просто никогда до этого не работала с подобными продуктами но а те пигменты которые использовала мак например они все-таки имели свойство осыпаться под глазами во время работы поэтому я решила пока сейчас не рисковать все-таки сделаю сначала макияж глаз а потом уже займусь тоном и исправлю если что-то у меня осыпется и так для макияжа глаз первым делом я буду наносить базу под макияж и продолжая использовать базу smashbox я сначала выдавливаю ее на палец затем вот таким образом разогреваю она становится более пластичной более кремово-гелевая и затем впечатываю во все верхние века и немножко на нижние и пока база будет подсыхать я наверное все-таки оформлю брови и я честно говоря не репетировала и не знаю какой у меня в итоге получится макияж но примерно представляю чтобы я хотела получить и первым делом в качестве базового основного оттенка который я использую как подложку я буду использовать вот этот светлый оттенок из палетки для контурирования это dior backstage да я сегодня буду использовать также эту палетку у себя на лице но сразу хочу сказать что вот этот светлый оттенок стал для меня самым маст хэвным самым универсальным как растушевочный оттенок финальный то есть он практически не дает никакого оттенка не дает никакого чрезмерного сияния но при этом макияж с таким оттенком выглядит завершенным то есть кожа видно что не просто голая чистая что на ней что то есть но так и непонятно что же там но это выглядит красиво и теперь я возьму палетку туфейт шоколад бар и я думаю вы уже поняли что я небольшой фанат разных палеток и есть у меня самые любимые универсальные палетки которыми еще несколько лет можно пользоваться и что я и делаю с большим удовольствием этой же кисти я нанесу вот этот кремово песочно-розово-бежевый оттенок непонятный но на коже он становится заметно теплым и наношу сначала в складку века вот таким образом максимально насыщенный пигмент оставляю на внешнем уголке глаза и потом уже и легко касаясь провожу к внутреннему углу глаза кистью а9 буду добавлять темно-коричневый оттенок в уголок глаза темно-коричневый у меня здесь один вот он он набираю его немного и также начинаю его подтушевывать к внутреннему уголку глаза довольно избитая техника затемнение внешнего уголка в общем все по классике и теперь этот же коричневый оттенок я нанесу еще и на внутренний уголок глаза вот таким образом сюда и растушевываю наоборот к внешней стороне теперь я беру коричневый карандаш и тесте лаутер в оттенке кофе и этим карандашом я буду прорисовывать better ресничного пространства берш и этим карандашом я буду прорисовывать меж ресничное пространство верхнего века в одну линию и забегая вот как раз в эти участки между ресницами. Так, ну всё, теперь перехожу, пожалуй, к самому-самому сложному, и не факт, что у меня получится то, что я хочу, но я попробую, буду наносить синий оттенок. И в качестве базы под этот сыпучий сухой продукт, под этот пигмент, я буду использовать, ну попробую во всяком случае использовать обычный консилер, и где-то мне попадались такие ролики, где девушки использовали таким образом консилеры, ну посмотрим, что получится у меня. Наношу консилер на подвижное веко, растушевываю. Так, я возьму плоскую кисть, отсыпаю пигмент, пробуем. Начну с середины века накладывать. Вау! Ой, хоть бы получилось, а! Этот продукт можно смело наслаивать для более интенсивного оттенка. Да, кстати, пигмент вообще не осыпается мне под веко, ну во всяком случае сейчас. Так, провожу его дальше, на внешний уголок, то есть я его накладываю и сразу прижимаю, просто вот так вот часто-часто припечатываю. Удивительно, но он правда вообще не осыпается, словно намагниченные все эти частички между собой. Короче, я только сейчас поняла, что я не нанесла на второй глаз подложку в виде консилера и сразу начала впечатывать туда пигмент. Ну ладно, заодно потом проверим, как будет держаться, по-разному или не имеет значения. Я возьму кисть бочонок и также наберу вот этот бежевый-коричневый оттенок и постараюсь растушевать вот эту границу как-то очень-очень аккуратно. Да, я пока на этом решила прервать макияж глаз, потом его закончу, и так как у меня ничего нигде не осыпалось, я все-таки хочу сделать тон лица. И я буду использовать один из моих любимых тональных кремов, это Paisée Long Cover Fluid, и он у меня уже почти заканчивается. И буду наносить кистью Real Techniques Buffing Brush. У этой тональной основы лишь один недостаток, она все-таки имеет свойство окисляться и темнеть на коже, имейте это в виду при выборе оттенка. А в остальном это классная основа для сухой кожи с сияющим финишем, с финишем здоровой, наполненной силами и влажностью кожи. У тональной основы среднее покрытие, но держится она очень хорошо и, конечно, никоим образом не подсушивает сухую кожу. Но давайте я все-таки сейчас закончу с лицом и как раз-таки продолжу использовать палетку для контурирования. Я возьму вот такую синтетическую кисть, это Chic Baby Face серия, и это кисть номер 2. И для того, чтобы сделать коррекцию лица, обычно я использую сразу три вот этих оттенка, просто вот таким образом наслаиваю их между собой. И слегка касаясь кистью, делаю вот такое движение. И дополнительно я его еще вот таким образом втушевываю туда, где у нас естественная ямка на лице. Контуринг я могу делать также этой пушистой кистью, тоже набираю, легкими движениями растушевываю. В общем, здесь масса вариантов, как использовать этот продукт. Да, и теперь матовый оттенок я набираю на эту же кисть и наношу вот в эту часть, там, где у нас, естественно, падает тень. И мы ее дополнительно делаем более выразительной. И это сухое средство Backstage никто и никогда на вас не заметит, и все будут так и думать, что это у вас такая четкая форма овала лица. Хайлайтер я тоже буду использовать из серии Dior Backstage. И смешаю два оттенка, белый и золотистый. Вот таким образом добавляю. И румяна неизменные, любимые, это Tom Ford оттенок 03. Так, ну все, возвращаюсь к макияжу глаз. Нужно все это дело закончить. И также беру этот коричневый карандаш, которым подводила верхний веком, и делаю подводку нижнего века. Да, то есть наношу карандаш на водную линию, на межресничное пространство. И сразу кистью растушевываю карандаш, растягиваю его вниз. И теперь сверху я продублирую также коричневым оттенком, только уже сухим. Теперь я кистью А9 набираю тот оттенок, который я наносила самым первым, вот этот персиково-оранжевый. И оттушевываю им нижнюю границу с коричневыми тенями. Так, приклею эти пучки, у меня здесь немного осталось, но думаю, что хватит мне. Ну и посмотрю, как там по интенсивности, посчитаю сколько. Так, все, близится финишная прямая, и мне осталось накрасить губы. Я возьму помаду, это Urban Decay оттенок Naked. Самый универсальный нюдовый оттенок, который только можно придумать. Так, ну а теперь добавлю украшений и покажу вам поближе макияж. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья, именно в таком образе я и буду встречать 2019 год, и вот в таком синем ярком электрике. И мне осталось только рассказать вам, какой будет у меня новогодний парфюм. Да, но здесь не специально у меня получилась такая схожая цветовая гамма, потому что этот аромат тоже в синем флаконе, и аромат этот известный всем интерлюд, марки Амуаж, женский аромат. Но только в моем случае это не сам аромат. Во флаконе это лосьон для тела. И между прочим, в этом креме для тела все тот же наш любимый интерлюд с его ладаном красивым, с его мягкими древесными аккордами, с его небольшой кислинкой приятной. И в последнее время я прям полюбила этот крем для тела и пользуюсь им с огромным удовольствием, и он как раз дает характерный аромат парфюма, но только с мягкостью крема, и это непередаваемое ощущение. Я думаю, что это будет то, что нужно как раз для новогодней ночи. Но в завершении мне остается только поблагодарить вас и, конечно же, поздравить, и большое спасибо всем, кто провел этот год вместе со мной, моим постоянным зрителям, и также большая благодарность новым зрителям, кто познакомились со мной только в 2018 году. И я предлагаю нам дружить и дальше, и у меня здесь уникальная и офигенная аудитория, я думаю, вы в этом уже сами убедились. Ну и, конечно, друзья, от всего сердца я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, не буду долго томить с поздравлениями, просто пожелаю вам, чтобы счастье накрыло вас головой. Будьте счастливы, будьте здоровы, и всего вам самого-самого лучшего! Счастливо! Счастливо!